Привет! Я начну это видео с важного объявления. 9 сентября в Москве проходит ВИД-фест. И если вы хотите на него попасть, но еще не купили билет, то сейчас самое время это сделать. Я оставлю в описании свою реферальную ссылку, можете перейти по ней и купить билет. Если вы еще не в курсе, у нас с ребятами из других познавательных каналов будет своя зона. То есть можно прийти туда и слушать нас почти весь день. Ну а если точнее, можете посмотреть расписание. Ну а потом возвращайтесь смотреть видео. Привет! Удивительная штука эти воспоминания. Наш личный опыт, наши переживания, ну по сути то, что формирует нас как личность. Но в чем наши воспоминания выражаются? В чем они хранятся и в чем измеряются? Меня зовут Артур Шарифов и сегодня мы попробуем в этом разобраться. А ты что здесь делаешь? А, здорово. Я открыто просто был, я зашел, сел. Здорово. У меня всегда закрыто. Давай, ты походу в двери, скорее всего. У тебя всегда открыто. Я прихожу, сажу, жду тебя, а ты выходишь. Какой ролик? Я не снимаю ролики. Ты не снимаешь ролики. Я не снимаю ролики. Зачем тебе камера? Камера. Свет. Оператор. Это страшно. Ты попал не туда. Вставай, уходи. Ян, что было вчера? Вчера? Что было до моего прихода? Сложно вспомнить. Я пью Тархун. Хожу по комнате. Это абсент. Это хороший абсент. Абсент хороший. У тебя потеря памяти. Выпьем за память. Это кофе. Кстати, как оказалось, очень полезная для памяти штука. Даниэль Борота из университета Хопкинса в Балтиморе провел интересное исследование, которое показало связь между употреблением кофе и работой функции памяти в течение дня. В опыте участвовали 160 добровольцев, которым сперва показывали разные картинки в течение нескольких минут, а затем разделили их на две группы. Первая группа получила по таблетке с содержанием кофеина, а другие получили обычный плацебо. На следующий день им показали другие картинки и просили вспомнить, может быть, что-то похожее они уже встречали или видели накануне. И те, кто получал таблетки с кофеином, показали гораздо лучший результат. Кроме этого, они гораздо чаще указывали на конкретные различия в наборах картинок. Ну и неврологи теперь справедливо предполагают, что такая вот ежедневная доза кофеина может временно улучшить функции нашей долговременной памяти. Но пока только предполагают. Нейрофизиология на данный момент далека от совершенства, но мы движемся в правильном направлении. Кофе уже неоднократно показывал себя хорошо в вопросах, например, подготовки к экзамену. За один день до экзамена. Знакомо, не так ли? Конечно, я по глазам вижу, что знакомо. И это правда. Прежде чем производить какие-то манипуляции с воспоминаниями, давайте определимся, что мы понимаем под понятием память. Воспоминания хранятся у тебя в мозге, но не в нейронах, как многие думают. Нейроны, они вообще сами по себе статичны. То есть они просто есть и всё. Да. Но они могут обмениваться друг с другом импульсами. Так. Причём каждый раз это один и тот же импульс. То есть если бы люди общались как будто бы, вот знаешь, тыканье. Да, если бы люди могли только тыкать пальцем и всё. Ага, я понял. Не надо тыкать меня сюда уже, пожалуйста. В этом есть смысл. Я могу тыкать тебя вообще куда угодно. Именно этим мы и пользуемся. Мы можем зашифровать, например, алфавит. Ну смотри, тыкаю тебе в лоб, это буква Л. Тыкаю в щёку, буква Щ. Ща. Ну и так далее. Надеюсь, ха. Мы не будем кодировать. Основной гипотезой является так называемая гипотеза синаптических меток. Синапсы это связи между нейронами. Если я долго буду тыкать в одну и ту же точку, образуется синяк. И вы очень надолго это запомните. Наша память работает подобным образом. Импульсы от одних нейронов к другим проходят через синапсы. Чем чаще проходит тот или иной сигнал, тем устойчивее становится связь. Именно так и формируется долговременная память, как протоптанная дорожка. Если несколько человек будут идти по одному и тому же маршруту в лесу, сформируется дорожка. И тогда всем остальным будет проще идти по ней, а не в обход. И здесь будет проходить основной поток людей. Так и работают воспоминания. Вы говорите по-английски? Все ваши знания об иностранных языках это так называемая пассивная информация. Та информация, которой вы не пользуетесь постоянно. И для извлечения которой не нужны дополнительные подсказки. Кстати, если вы задумываетесь об изучении английского языка, то я не могу не посоветовать вам сайт Sky Inc. На Sky Inc. действительно очень удобно изучать английский язык. Занятия проходят в любое удобное для вас время. А преподавателя можно выбрать по интересам. То есть, если хочешь говорить о науке, то говоришь о науке. И при этом улучшаешь свои знания английского. Есть уроки по фильмам, по клипам и уроки квесты. Все новые слова сохраняются в бесплатном приложении. Словарики. Их можно учить и повторять прямо оттуда. Отличные методы для гораздо более быстрого и более эффективного запоминания новых слов. Ну и плюс к этому сразу же возможность попрактиковаться в их использовании. Ну и кстати, первый урок совершенно бесплатно. Советую попробовать. Ссылка есть в описании. События, связанные с повышенным эмоциональным состоянием, зачастую речь идет об отрицательных эмоциях, или еще хуже, события, причиняющие организму вред, также кодируются в ассоциативную память. Связи между нейронами усиливаются и последствия бывают разные. Сейчас я объясню, как именно работает такая вот ассоциативная память. Представь себе, что у тебя есть несколько сосудов для жидкости, и они соединены дорожками. Тогда наливая жидкость в один из сосудов, она постепенно распространится на все сосуды. И здесь то же самое. Когда ты берешь группу нейронных связей, активируя одну из них, остальные активируются автоматически. Это называется ассоциацией. Воспоминания о прикосновении к горячей плите, как правило, приводят к тому, что у тебя формируется условный рефлекс. Не трогать плиту! Это больно, не нужно. Но не всегда это срабатывает так правильно. Есть такая страшная вещь, как случайные воспоминания. Почему страшные? Сейчас попробую объяснить. Яркий пример. Вы идете в темном переулке, и на вас нападают. Вас избивают и отнимают все, что у вас есть. Вас бьют в живот, бьют по лицу. И открыв глаза, первое, что вы видите, это почтовый ящик. Почтовый ящик не имеет никакого отношения к происходящему. Но вы запомните его наравне с нападением. И вы этого уже не забудете. Вроде бы мы один раз заметили почтовый ящик. И вроде бы какое отношение вообще он имеет к происходящему. Но теперь каждый раз при виде почтового ящика вы будете вспоминать нападение. И будете испытывать сильнейший дискомфорт. Как же так получилось, что одно небольшое воспоминание, одна небольшая цепочка нейронных соединений стала частью одной большой устойчивой цепочки под названием воспоминания о страшном нападении. Запись таких вот случайных воспоминаний в долговременную память, где им совершенно не место, связана с синтезом особого вида белков. Даже слабые стимулы вроде на секунду увиденного почтового ящика могут приводить к формированию долговременной памяти при условии более сильной стимуляции одного и того же нейрона, но через другие нейронные связи, через другие дорожки. В такой страшной стрессовой ситуации все нейронные связи, все дороги ведут в Рим. А дорог может быть несколько тысяч. В таком случае в этих дорожках, синапсах, даже при немногократном прохождении синтезируется огромное количество белка, что и приводит к тому, что эта связь становится такой же устойчивой, как и остальные, которые стали устойчивыми вследствие многократной стимуляции. Именно так обыкновенное, случайное, непримечательное событие внутри серьезной стрессовой ситуации для обычного человека может превратиться в настоящий кошмар. Несколько лет назад мне приходилось работать в хостеле. И это был не самый лучший опыт. Смена длилась 24 часа. И не спать целые сутки, особенно если ты работаешь несколько смен подряд, ну просто нереально. Поэтому ночью, когда активность немножко спадала, я иногда уходил в пустые комнаты, чтобы спать. Но при этом я должен был слышать звонок. И как только звонок зазвонит, это означает, что кто-то пришел, и мне надо резко бежать на стойку регистрации, открывать дверь. Я настолько привык подскакивать на этот звонок, что когда уволился из хостела, каждый раз, когда слышал этот звонок снова, я резко вспрыгивал и бежал к двери. При этом этот звук для меня сопровождался большим количеством неприятных и очень тяжелых эмоций. И если честно, до сих пор сопровождается. Так вышло, что все те самые плохие эмоции, что запомнились мне с тех пор, неотъемлемо связаны с этим звонком, который очень сильно распространен в российских квартирах. И я не скажу, что это плюс. Наверняка у каждого из нас есть подобные истории. Если у вас есть что-то подобное, то обязательно напишите об этом в комментариях. Ну и поставьте большой палец вверх. Ну и да, случайные воспоминания вполне могут быть и положительными. Это нормально. Такие воспоминания должны сопровождаться сильным положительным эмоциональным фоном. Но они могут быть. И какие-то совсем незаметные мелочи из прошлого могут вызывать у вас целую бурю положительных эмоций. То есть активизируя всего лишь один сигнал, одно воспоминание, за ним следуют остальные. Так и есть. Возьмем, например, какую-нибудь мелодию из твоей молодости. Знаешь, как часто бывает? У нас музыка ассоциируется с какими-то событиями из прошлого или с какими-то местами. Или запахи. Да, например, запахи. И ты постепенно начнёшь всё вспоминать. Давай. На самом деле, Ян, я считаю, что воспоминания – это очень важно. Их нужно хранить и беречь. Потому что, что мы такое без наших воспоминаний, без нашего личного опыта? Ведь это и есть то, что формирует нас как личность. Да. Давай выпьем за это. С удовольствием. Парнишка. Ты кто такой? Я не помню.